Какие возможности дает Евразийский экономический союз с казахстанским предпринимателям? Как защищаются их права и как устраняются барьеры на трансграничных рынках? Об этом в нашей программе расскажет министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов. Здравствуйте! Здравствуйте, Бахыт Орлханович! Рады вас видеть в нашей программе. Давайте сначала поговорим про конкурентное право в ЕАЭС. Расскажите, пожалуйста, как оно совершенствуется. В целом основная задача нашей интеграции это обеспечение четырех свобод и беспрепятственное взаимное проникновение товаров, работ, услуг, капитала и рабочей силы. В этом направлении, конечно же, право на национальное право союза постоянно совершенствуется. И несмотря на то, что в прошлом году уже 10 лет Евразийской экономической комиссии создания, работа ежедневно идет над тем, чтобы формировать, во-первых, изменения и совершенствования нормативных правовых актов. И, с другой стороны, это наработка конкретных кейсов. Речь идет о том, чтобы исключать барьеры, различные препятствия. И в этом направлении как раз блок антимонопольного регулирования и развития конкуренции существенно является направлением работы нашей комиссии. И на сегодняшний день уже принят первый большой протокол о внесении изменений в договор о союзе. Второй протокол сегодня находится на стадии ратификации и страны работают плотно над третьим протоколом. Мы, в принципе, уже недалеко, как бы горизонты разработки уже последующих изменений. И вот, допустим, мы в своем блоке антимонопольного регулирования ряд изменений реализовали уже в рамках антонационального законодательства, в части наделения компетенции Евразийской экономической комиссии по вопросам развития конкуренции и антимонопольного регулирования. Например, одно из ключевых сегодня направлений является развитие такого инструмента, как мягкое право. То есть это направлено на то, чтобы когда нарушители антимонопольного законодательства не только караются, но и применяются механизмы, когда нужно их предупреждать, когда к ним заранее, вернее, превентивно, чтобы не переступали какие-то пороги, предлагается применять те или иные мероприятия, меры с тем, чтобы не нарушать требования по обеспечению свободной конкуренции. Это очень важно, потому что в вопросах именно антимонопольного регулирования более 80% правонарушений совершаются из-за незнания. Здесь в этом плане комиссии, конечно же, большой блок нашей работы, это разъяснительная работа, и мы для этого имеем несколько специальных площадок. Например, это работа с бизнес-ассоциациями наших стран, и в этом плане мы имеем обратную связь. В прошлом году нашим блоком был внедрен целый институт, мы его назвали общественной приемной, когда мы объехали все пять стран, общались с бизнесом и набирали кейсы проблемных вопросов для бизнеса, где требуется совершенствование национального права, либо ее эффективной реализации. В этом плане оно несколько шире, чем антимонопольное законодательство, либо в вопросах государственных закупок, и в целом комиссия сейчас взяла этот инструмент уже в работу, и, например, блок развития предпринимательства уже более активно включится в этот механизм. Я думаю, что это очень важно для бизнеса, и вот в этом плане в Казахстане мы очень хорошо работаем с АТМИКИ. То есть мягкое право, которое вы сказали, направлено на то, чтобы помочь предпринимателям избежать каких-то санкций в рамках ЕАЭС? Да, суть как раз заключается в том, чтобы отойти от карательных принципов к принципу взаимодействия с бизнесом, чтобы бизнес понимал, что в тех или иных случаях, по тем или иным причинам, если совершены какие-то действия, которые нарушают конкуренцию в отношении других игроков рынка, то здесь могут быть заранее исправлены. Еще одним инструментом в этом направлении комиссия занимается системно над стандартизацией подходов так называемого антимонопольного комплайенса. Существует сегодня уже развитая система в корпоративном управлении, и помимо аудита все компании сегодня развивают систему комплайенса. И в этом плане точечная профессиональная подготовка специалистов, которые бы изучали поведение, маркетинг и другие политики своих компаний с точки зрения ненарушения или не вхождения в какие-то пороги по антимонопольному законодательству. Это очень важный инструмент. Мы сейчас в рамках этой работы провели научно-исследовательские работы с ученым сообществом. Сегодня уже включились в работу с бизнес-сообществами наших стран, с тем, чтобы уже конкретно их реализовать в виде стандартов. Это будут национальные и наднациональные стандарты. Расскажите, пожалуйста, во сколько оценивается рынок государственных закупок в ЕАЭС? Наблюдается ли рост? Если да, то с чем он связан? Рынок государственных закупок – это важный инструмент, который на пространстве Евразийского экономического союза обеспечивает. Принцип, о котором я говорил, это взаимное проникновение товаров, свобода в целом перемещения товаров. И он сегодня оценивается в размере, если брать в цифрах 2021 года, это порядка 153 миллиардов долларов. И за 9 месяцев прошедшего года он уже достиг этого порога. То есть можно говорить, что он по итогам года, скорее всего, будет пока по предварительным показателям больше, чем 200 миллиардов долларов. И порядка может быть. И здесь, конечно же, это такой лакомый кусок для наших предпринимателей, но, конечно же, есть проблемы в этом направлении, потому что, несмотря на то, что мы уже 10 лет в достаточно глубоком уровне интеграции, здесь существуют различные инструменты, механизмы, которые создают препятствия для того, чтобы бизнес мог спокойно, беспрепятственно проникать на рынки. Ну, помимо того, что у нас понятно, что Евразийский экономический союз, если сравнивать с Европейским союзом, то у нас большие расстояния. Это тоже накладывает свои вопросы в теме конкурентоспособности на конкретных рынках. Но главное, конечно же, это надо исключить все препятствия. В этом направлении наш блок, вторая часть нашего блока, это совершенствование системы государственных закупок. Мы работаем в этом направлении. Вот как раз я хотела спросить у вас про барьеры. Очень много говорится об этих барьерах, из-за которых продукция казахстанских производителей, скажем так, в малых объемах или недостаточных объемах, попадает на рынки стран ЕАЭС, что мешает нашим предпринимателям и какая работа ведется для устранения. То есть это точечная какая-то работа, либо это вот такая вот обширная направленная работа? Это и точечная, и системная работа. И здесь надо двигаться всегда. И здесь мы должны как раз во взаимодействии с бизнес-сообществами наших стран работать во взаимодействии, потому что существуют разные кейсы. Начиная от самих норм, их гармонизации и много технических барьеров. Например, на слуху, самый главный барьер – это взаимное признание электронных цифровых подписей, взаимное признание банковских гарантий. По банковским гарантиям, кстати, мы также двигаемся на уровне наднационального законодательства. Принято решение о разработке специального соглашения наших стран на пять стран-участниц Союза, и сегодня мы уже находимся на финальной стадии согласования. Тексты этого соглашения сегодня в Алма-Ате мы в рамках консультативного комитета по вопросам государственной закупки как раз будем обсуждать с нашими коллегами из профильных министерств, это министерство финансово в основном наших стран. И ряд других тоже технических вопросов, конечно, существует, и мы должны их очень быстро идентифицировать и стараться снимать. На заседаниях коллеги мы всегда выносим, и достаточно активно этот вопрос продвигается. Барьерная тематика, она очень важна, и это зависит как раз от конкретных кейсов, когда, например, в прошлом году на сегодняшний день порядка больше 70 уже таких барьеров было идентифицировано, 95% из них уже исключено, и вот порядка 8-9 еще находится, ну, вернее, порядка 10% еще находится на стадии уже законодательного закрепления, исключения этих барьеров. Из этих барьеров порядка 40% как раз инициировано было Казахстаном, казахстанскими предпринимателями, и я еще раз хотел бы призвать через Атамикен, через наших других каналов, чтобы наши бизнесмены активнее общались с уполномоченными органами, с нашей комиссией, с тем, чтобы идентифицировать и исключать такие барьеры. Вот вы назвали цифры, скажите, пожалуйста, с какими вопросами обращаются предприниматели в Евразийскую экономическую комиссию, да, может быть, предложения, проблемы какие-то есть, и какова статистика вот за прошлый год? Вопросы разные, ну, если... В моем блоке это же два направления, это вот по госзакупам, я уже сказал, в целом по пяти странам больше 70 таких барьеров было идентифицировано, в части антимонопольного права, конечно же, здесь тоже достаточно уникальная работа, потому что для нашего законодательства, именно на трансграничных рынках, нахождение таких случаев и проведение соответствующих расследований, это достаточно кропотливая большая работа, и в этом плане мы также должны взаимодействовать с бизнесом, и здесь нам сам бизнес должен поставлять. В прошлом году порядка 26, порядка 26 заявлений было нам внесено, 13 расследований было завершено, 12 расследований, извиняюсь, было завершено, 13 дел также рассмотрены, и вот мы буквально через одно заседание, всегда у нас еженедельно проходят коллеги, мы выносим эти вопросы. Ну, какие в основном это вопросы? В основном это, конечно же, вопросы недобросовестной конкуренции, ряд кейсов, вот буквально недавно мы озвучивали вопрос по так называемому делу бухгалтеров, когда одна ассоциация использовала бренд-нейм, международный стандарт, и таким образом вводила в заблуждение предпринимателей, бухгалтеров, сообщества бухгалтеров, и извлекала из этого соответствующий доход. Дело было доведено до конца, принято решение, но понятно, что, возможно, еще другие перспективы судебных рассмотрений и так далее, это тоже предусмотрено правом союза, но в этом направлении мы работаем. И таких кейсов много, и иногда есть такие кейсы, когда бизнесмены, наоборот, хотят использовать возможности законодательства по антимонопольному регулированию с тем, чтобы повлиять на своих конкурентов. И такие кейсы мы тоже будем в ближайшее время ознакомить все наши предпринимательские сообщества с такими случаями, с тем, чтобы исключать, ну, как говорится, когда по граблям ходишь, лучше видеть, как другие по граблям ходят, и не нарываться на такие проблемы. Учиться на чужих ошибках, да? Бахет Турханович, расскажите, какую продукцию поставляют казахстанские предприниматели на трансграничные рынки, да, и вообще, как легко сейчас продвигать свою продукцию, да, вот в странах ЕАЭС, казахстанским предпринимателям? Это, конечно, ключевой вопрос, который в целом в вопросах экономической интеграции ставится предпринимательским сообществом всех стран и в целом обществом. И здесь, конечно же, нам нужно, есть над чем работать, хотя цифры достаточно большие за период нашей экономической интеграции на 60%, если выросла взаимная торговля, но она все равно достаточно низкая, это 8, порядка 8% у нас взаимная торговля. Понятно, что здесь играет роль, ключевую роль это тот технологический уклад и разные состояния развития экономик наших стран на начало интеграции, или там с момента дезинтеграции во время Советского Союза, развала Советского Союза, да. Но есть над чем учиться, например, в Европейском Союзе, в странах ОСЕАН эти показатели далеко двузначные, порядка 60-40% даже страны Африканского Союза, они во взаимной торговле имеют в разы больше, чем наши страны. Но здесь вот как раз ключевое направление это исключение различных барьеров, исключение по желанию наших стран заниматься только исключительно развитием своего предпринимателя и так далее. Ну, что конкретно поставляют наши предприятия? Это сельскохоз, продукция, я не знаю, продукция машиностроений? Да, на самом деле в последние годы как раз и развивается, если мы в основном, ну, торговый баланс, понятно, что внутри Евразийского экономического союза, он отрицательный, но очень важно, что постепенно растет именно экспорт обработанной продукции нашей соседней страны. Это говорит о уровне промышленной кооперации. Кстати, промышленная кооперация является сегодня одним из ключевых направлений работы Евразийской экономической комиссии и всех ее органов, начиная с уровня президентов, премьер-министров и заместителей премьер-министров. И здесь, если цифры называть, порядка 27% у нас сегодня мы наблюдаем рост. Это говорит о том, что постепенно мы обеспечиваем как раз связь этих предприятий. Ну, вот как раз я хотела спросить у вас про промышленную кооперацию. Вы об этом говорили в одном из своих интервью. Вот есть ли конкретные примеры выхода готовой продукции, сделанной в ЕАЭС, на рынке третьих стран? Конечно же, существует много таких примеров, но, наверное, это больше можно увидеть в материалах, которые Евразийская экономическая комиссия постоянно публикует в виде соответствующих докладов. И есть хорошие примеры, например, буквально недавно открытие завода, допустим, по производству шин в Казахстане, когда само предприятие, КАМАЗ, находит точку прибыли именно в Казахстане. Это очень важный элемент промышленной комбинации, когда не указывают сверху, как это было в советское время, а когда предприниматели сами находят эту позицию. Например, также КАМАЗ сам нашел выгоду в том, чтобы поставить чугунное литье в Казахстане, например. Они сами посчитали, что если ввести условно, я условно цифры называю, если покупать из Европейского Союза, это порядка 5 долларов за килограмм, если ввести из Китая, это порядка 4 долларов, если ставить производство в России, это 3 доллара, а в Казахстане это 2 доллара. Вот такая уникальная математика, которая прагматично двигает как раз промышленные кооперации, и за ней уже идет кластеризация тех или иных направлений. Вот автомобильная промышленность это очень важное направление сегодня. Пока, конечно, здесь похвастаться экспортом третьей страны, наверное, пока не еще рано, но взаимное проникновение именно по таким продуктам достаточно уже большое. Достаточно хорошие цифры. Бахат Ролиханович, расскажите о рабочих планах на 2023 год. Какая работа планируется? Ключевая задача, это, конечно же, работа, я еще раз повторюсь, это работа с старшепредпринимательским сектором наших стран, с тем, чтобы нарабатывать больше кейсов. Я уже говорил, цифры называл, порядка 26 в прошлом году обращений идет, но если смотреть динамики, то они на самом деле снижаются, и в этом плане мы больше двигаемся сейчас в аналитике. Проводим анализ рынков, каждый год порядка 20-30 рынков мы анализируем на предмет наличия рисков по ограничению конкуренции. И на основании рискоориентированного подхода, который мы также, комиссия, разрабатывает, мы будем вместе с нашими предпринимателями наших стран вырабатывать направление, где требуется проведение и превентивных, и конкретных мер по расследованиям на трансграничных рынках. В этом плане, конечно же, хотелось бы, чтобы предприниматели больше оставляли эту такую проблематику нам напрямую, либо это через площадки своих бизнес-сообществ, либо напрямую через эконом-комиссию. Мы будем работать именно в этом направлении. Сколько времени затрачивается на одно расследование в среднем? Они на самом деле, все расследования, они достаточно уникальные. Хочу сказать, что и здесь опыт и знания очень важны. Ну, на порядок от 360 бывает дней, иногда бывает 2-3 года на это, на одно расследование уходит, на то, чтобы от заявления довести до конкретного решения. И здесь, в этом плане, мы сейчас также работаем с нашими странами в рамках поправок, внесения изменений в право Союза, с тем, чтобы пресекательный срок увеличить с 3 до 5 лет, потому что очень часто вот этот срок не хватает. Потому что, еще раз повторюсь, это достаточно уникальная работа, и расследование проводится, сложности является в этой работе, то, что все делается на бумаге. И вы, кстати, задали вопрос, ключевое направление, конечно, цифровизация. Это состыковка или интеграция наших информационных систем, наших стран, и развитие единой информационной системы на Евразийском экономическом союзе. Это сложная и кропотливая работа. В этом направлении мы также делимся. Ну, про процесс цифровизации и объединения баз данных государств говорится уже, ну, я не знаю, года два, наверное. Сколько времени, на ваш взгляд, затребуется на то, чтобы как раз-таки объединить эти базы и уже начать работать, да? То есть, чтобы не было вот этой волокиты бумажной, бюрократии и так далее? Ну, здесь, наверное, про время говорить тяжело, потому что это же такой постоянный процесс. У нас существуют так называемые общие процессы, это в сфере информатизации, которые со всеми странами мы отрабатываем. Например, в моем блоке вот есть такой 61-62 общий процесс, который вот в сфере антимонопольного регулирования. Я сейчас пытаюсь реанимировать 63-й общий процесс, это в сфере государственных закупок, с тем, чтобы наши страны быстрее интегрировали свои информационные системы и взаимное признание электронных цифровых подписей, там, подача документов для предпринимателей ускорялось. Ну, Бахат Рулханович, это был последний вопрос. Я желаю вам удачи в вашей такой объемной необъятной работе. Спасибо еще раз за интервью. Спасибо вам. О правах и возможностях казахстанских предпринимателей в рамках Евразийского экономического союза в нашей программе рассказал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Бахат Султанов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова